Всем большой привет! И в ноябре 2020 года, ровно когда идет акция 11.11, появляется 8.41. Ну, вообще она появилась чуть раньше, но заметили ее 11.11 на Алиэкспрессе, и сразу возникает вопрос, откуда Neewona 8.41 взялась, когда ее в конце 2019 года сняли с производства, заменив на более новый дизайн в виде 8.20, 8.25. Я сейчас вам всю историю рассказывать не буду, отправляю вас на второй канал, вот в подсказочках, и ссылки в описании будут, я там подробно рассказал, откуда взялась она, и почему низкие цены вообще на Алиэкспрессе. А здесь же главное, что вам нужно знать, это машины нового выпуска, специально была выпущена партия, производство у них Швейцария, не Португалия, не Китая, то есть не стали для Алиэкспресса специально там где-нибудь, в гараже собирать, это тот же самый завод, швейцарская сборка, и все, что отличает от 8.41, которая до этого была основной линейкой, это убрали надписи, и надписи исчезли, ребят, на всех кофемашинах базов, по крайней мере, на тех, кто представлен на Алиэкспрессе, это нормально, это не подделка, не волнуйтесь. Заменили решетку, поставили новую модненькую решетку, у которой здесь нету хрома, который царапался раньше, и еще одна маленькая встреча, о которой поговорим дальше, и все. В остальном это заново новая, собранная специально для вас 8.41, а не какие-то складские остатки двухлетней давности. Так давайте о ней и поговорим тогда. Ну что ж, начнем с самого главного актуального для всех, перед тем, как я буду рассказать конкретно при нем. Чем же она отличается от 7 серии? Ну, скорее всего, вас будет интересовать вопрос, что купить, 8.41 или 7.79? Разница там относительно небольшая, относительно того, какая должна быть разница при РРЦ ценах, то есть там, как бы, если что, семерка так-то 70 тысяч стоит, а девятка 100, ну так, чтобы вы не забывали, какие цены как бы рекомендованы. На Али там совершенно другой порядок цен, в два раза ниже, и на Али средней разницами в 9-12 тысяч, между 7.79 и 8.41. В чем же она заключается? Итак, первый момент, единственный, так сказать, плюс в пользу 7.79, того, чего нету, восьмой, это Bluetooth. То есть в 7.79 есть Bluetooth, есть возможность управления с телефона, планшета, но сразу говорю, это довольно-таки неоптимизированная штука, причем это касается не только Невоны, а вообще всех. Я пока ни одно нормальное приложение, ни на одном бренде так и не увидел, которое бы не вылетало, которое бы не тупило, которое бы полностью совпадало со всеми настройками, которые ты ставишь в машине и так далее. Поэтому, да, его здесь нет, но, честно говоря, пользуются ими очень мало количества людей. Чтобы вы понимали, недавно со мной, так, получил практически в одно время, связывались 3 человека, которые слабо видят. И как раз, когда мы ему подбирали машину, чтобы ему было удобно пользоваться, понятно, что настроит другой человек, он будет кнопки нажимать, мы пришли к выводу, что все эти приложения, они ему не помогут. Несмотря на то, что, казалось бы, управление голосовое с телефона должно было как-то быть проще. Так вот, это единственное отличие в пользу 779. А теперь давайте посмотрим, какие достоинства восьмерки. Первое. Приготовление двух параллельно молочных напитков. Черный, конечно, может два параллельно готовить и тот, и тот прибор. Это без вопросов. Но молочный выход у 779 всего один. То есть, если хотите приготовить две чашки, например, лата макията, даже при одинаковой программе, вам надо вначале приготовить одну, потом вторую. Это у вас займет суммарно где-то около четырех минут. Да, понятно, что одна кнопочка, ну, одна чашка, потом вторая, но тем не менее. А здесь же вы ставите две параллельно, у вас приготовление двух чашек займет всего на 20 секунд дольше, чем приготовление одной. То есть, если у вас приготовление одной чашки две минуты, ну, это мы говорим про очень большой объем, да, понятно, что в среднем приготовление где-то полторы минуты занимает. Я сразу утрирую. То прибавляйте 20 секунд для того, чтобы приготовить одновременно две чашки. Вот это восьмерки есть, восьмерки этого нет. Второй момент. Порядок правильного капучино в кавычках. То есть, когда вначале наливается кофе, а потом молоко. Когда мы говорим о приготовлении одной кнопкой. В 8.41 программе капучино вы можете запрограммировать нужный вам порядок. То есть, либо чтобы вначале наливался кофе, а потом молоко, либо чтобы вначале наливалось именно молоко, а потом кофе. Это вариативно. И более подробно мы об этом поговорим, когда будем рассказывать вам про настройки напитков. Что же касается еще одного отличия, тоже немаловажного. Но в семерке, конкретно в 7.79 я сейчас говорю, всего существует один дополнительный напиток. То есть, как там получается? У вас 8 стандартных напитков, которые вы можете менять. Но только в рамках этой программы. То есть, три варианта черного кофе, обычного. Да, это там называется эспрессо, кафе Крыма и Лунга, если не ошибаюсь. Потом у вас есть Американо, где у вас автоматически добавляется горячая вода. У вас есть один молочный кофе Капучино, который вы можете запрограммировать только объем пены. И машина пытается сбить все молоко. Программа Латомакеата, где вы уже пропорции просто подогретого молока из пененого регулируете. И, соответственно, можно по-разному нежнее делать напиток и так далее. И программа там горячей воды и молочки. Просто теплое молоко. Как вы, наверное, уже поняли, у нас молочных напитков всего здесь два. Мы можем перепрограммировать, менять их, но их всего два. А если у вас два человека хочет настроить себе Латомакеата, то у нас для этого существует только одна дополнительная программа. Еще один Латомакеата можно будет сохранить. Ну, или эспрессо, как вы хотите. И все, только один. А в восьмой серии таких дополнительных напитков десять. Десять, Карл. Соответственно, вы с женой ругаться, перенастраивать любые любимые настройки другого человека не будете. У вас, как бы, каждому сделается свой напиток. Причем эти напитки тоже можно переименовывать. Единственное, что мы лишились одного варианта черного кофе. То есть здесь не восемь, а семь напитков. И черного кофе стандартного здесь эспрессо и там большой черный кофе. Там крема кофе. Но это никак не влияет. То есть вы можете сохранить другие варианты в двух напитках. Вот основные отличия. Коротко. Десять дополнительных напитков вместо одного. Приготовление двух молочных напитков параллельно. То есть двух капучино или лакомакеата. Порядок кофе плюс молоко. То есть так называемый правильный капучино. Чего в 779 нет. Это у нас основные отличия. Ну и мелочное отличие в том, что восьмая серия производится в Швейцарии. Если для вас это важно, окей. 779 производится в Португалии. Это один завод. Ну не физически. А имеется одна компания. Производитель Окстерфризмак. У них заводы есть и в Португалии, и в Швейцарии. Но для некоторых людей важно, чтобы был вот этот мейден с вазелином. По-моему правильно считается. Если это важно, то восьмая серия, пожалуйста, для вас. На реальности на качество сборки или надежность машины это никак не влияет. Теперь давайте поговорим уже более подробно о самой кофемашине. Итак, качество напитка. Не будем размусоливать, потому что сто раз я про это говорил. И если вас интересует вообще как формируется качество напитка в разных кофемашинах, от чего там зависит, что одна кофемашина готовит лучше, другая, хуже, ссылочки будут внизу на подробный разбор на эту тему. Мы сосредоточимся только на том, что между классическими неонами и ей особой разницы нет. У нас здесь также 16 грамм кофе используются в максималке, если вы поставите максимальную крепость. У нас здесь также довольно-таки мелко настроенная кофемолка. Мелко настроенная для автоматов, пожалуйста, любителей эспрессо-рожков. Не надо оценивать величину помола ради бога. Потому что вы засыпаете в рожок. Это другой прибор и здесь другие стандарты. Здесь также сейчас мелко настроенная кофемолка. Так же как и в 779 три степени помола. И, соответственно, здесь она требует настройки. То есть это не старая кофемашина, где вы на все ставите мелкий помол, потому что там дрова. Нет. Если у вас темная обжарка, вы ставите крупный помол. Если у вас средняя обжарка, эспрессо-обжарка, ставите средний помол. Если вы хотите светлую обжарку, приготовить фильтр обжарки, тогда ставите мелкий. То есть здесь кофемолка настроена уже качественно. За счет этого хорошая насыщенность вкуса для автомата. И вообще, действительно, готовит она классно. Также здесь есть контроль предсмачивания. То есть вы можете... Здесь он называется аромат. Вы можете увеличить предсмачивание, тем самым вытащив именно ароматику вкуса. То есть именно дескрипторы. Какие-то привкусы. Например, когда вам кто-то описывает, что во вкусе я чувствую нотки апельсина. И так далее. Это и есть дескрипторы. И действительно в хорошем кофе, свежеобжаренном, вы будете это чувствовать. Если он, например, темной обжарки или там обычно Бразилия, эти вкусы тоже будут. Просто они будут именно в сторону ореха и шоколада. Но они также есть. Вот в этой кофемашине их можно также приятно чувствовать. Хорошо сочетается также с молоком. Здесь нет проблемы, как, например, в одной другой хорошей компании, которая даже лучше готовит в некоторых сортах черный кофе, чем в 8.41. Но вот в капучино там кофе слишком агрессивно выступает и не получается такой приятный напиток. Здесь таких проблем нет. До этого, я думаю, стоит все. Мы про качество кофе неонов говорили сто раз. Это не просто так. Это моя любимая фирма. Я фанат вот в России конкретно. То есть не знаю, жил бы я где-нибудь в Германии. Может быть, я, кстати, фанатом был бы больше Мелиты. Потому что там Мелита дешевле зачастую бывает, чем неон. А у нас в России все наоборот. Одинаковое качество, но при этом здесь дешевле. Поэтому у него новогла. Так что можете относиться, да, к этому обзору из-за разряда, что он немножечко предвзят окрашен любовью. Так, теперь давайте переходим уже к управлению, меню и так далее. Итак, в данной кофемашине по умолчанию стоит два вида черного кофе, который готовится по принципу эспрессо. То есть, ну, что значит по принципу эспрессо? Вам помелят кофе, сколько вы зададите, да, по крепости. Потом спрессуют эту всю таблетку, пропустят нужное количество воды через эту таблетку, приготовят кофе, остановятся и все, напиток готов. Это вот черный кофе. Поэтому все эти названия эспрессо, там, лунга, вот это все, они лишь разные по сути объемы данного кофе. Ну, конечно, да, вкус меняется в зависимости от того, какой объем поставить туда, безусловно. И здесь таких напитков два. Эспрессо и кофе. Как же мы настраиваем эспрессо? Ну, по факту у нас настройок не так много. Конечно, существуют настройки помола, но это настройка универсальная на машину, то есть под конкретный кофе. О чем я уже говорил, то есть у нас три степени помола. Мы, естественно, помол, в зависимости от напитка, не меняем. Мы его меняем в зависимости от кофе. Так вот, настройки черного кофе. Они себя включают. Крепость. Крепость это и есть количество грамм на порцию. Данный заварочный блок, он уменьшается от 7 до 16 грамм. То есть максимальная крепость это 14-16 грамм. Зависит от помола, от зерна и так далее. То есть поэтому такая громовка нечеткая. И не у одного автомата четко ее не будет. Мы настраиваем крепость. Мы настраиваем температуру и аромат. Вот это интересно. Дело в том, что аромат и температура. Аромат это предсмачивание как раз так интересно названо. Ее можно настроить на всю кофемашину. То есть когда вы зайдете в меню именно настроек. Вы увидите, что есть у нас аромат и температура. И вы можете настроить, например, температуру нормальная, высокая, горячая. Максимальная. Четыре настройки температуры. В аромате у вас три их. Это динамический, вообще без предсмачивания. Постоянный, одна секунда задержки стандартная. И интенсивные три секунды предсмачивания, когда часть воды сливается в дренаж. Чтобы не пробивала таблетку. И чтобы таблетка при этом активно набухала. Так вот. Их вы можете выставить в одной из этих степеней, как я вам сказал. Но тогда это все будет касаться всей кофемашины, всех напитков. Либо вы можете в этих настройках глобальных поставить индивидуальный. И тогда в каждом из меню настроек каждого напитка у вас появится возможность поставить температуру или предсмачивание отдельно на каждый напиток. Это важно. Это действительно неплохо так может повлиять на вкус. Особенно предсмачивание. Потому что молочных напитков, например, предсмачиванием, ну я особо не советую сильно пользоваться. Мы оставляем постоянные, одну секунду. А вот в черном и в американном разгуляться по поводу, например, где-то интенсивного, где-то постоянного. А иногда может быть даже динамического, хотя динамически чаще всего для латом и киата. Тем не менее. Это рабочий момент. И у вас действительно может быть один кофе, но при этом разные настройки предсмачивания. Поэтому ставьте лучше индивидуально. И последняя у вас настройка это объем. Ну естественно, сколько у вас в итоге будет. Объем делается в миллилитрах. Если по каким-то причинам вам очень неудобно выставлять объем в миллилитрах, то существует такое понятие, как индивидуальная настройка, когда уже вы будете останавливать пролив по тому, сколько налилось чашку. Как в старых системах. Ну я пользуюсь миллилитрами. Мне так удобно. Далее. У нас, соответственно, закончились два черных напитка. И следующим идет американо. Которые, по сути, включают в себя тот же самый черный напиток, но при этом с добавлением уже горячей воды одной кнопкой. Самое интересное, что американо, как и горячая вода, это два единственных напитка, которые нельзя готовить на две порции сразу. Потому что выход горячей воды, он всего один. И температуру воды можно отдельно настраивать. Естественно, в отличие от просто черного кофе, в американо мы также можем регулировать, как мы и должны, раз это американо, отдельный объем горячей воды. Причем, что интересно, например, если вы хотите поменять размер перед приготовлением, не залазя на стройки, вы меняете общий объем напитка, и там пропорционально будет уменьшаться и объем кофе, и объем горячей воды. Настройка вы можете сделать таким же образом, а можете отдельно поменять каждый компонент. То есть, например, уменьшаться объем горячей воды и объем кофе никуда не денет. Он останется таким же, каким был. Естественно, объем самого напитка чуть станет меньше. А когда вы делаете общий, меняете объем напитка, у вас пропорционально будут изменяться объемы горячей воды и кофе. Следующими напитками у нас идут молочные. Здесь точно так же, как и в седьмой серии, по умолчанию стоит два молочных напитка. Это капучино и латта макьяка. Какое же у нас отличие? Итак, капучино. В капучино, соответственно, все молоко пытается превратиться в пену. То есть, у нас нет разделения в самой кофемашине на просто подогрев молока и на его взбивание. При этом, мы с вами можем, в отличие от седьмой серии, как раз вот именно здесь, поменять порядок. То есть, по умолчанию там заводу можно ставить молоко плюс кофе. Это не важно, как он ставит по заводу. Вы ставите, как вам хочется. Хотите, оставляйте молоко плюс кофе. Тогда у вас сначала наливается спененное молоко, потом туда подается кофе. За счет того, что машина пытается сбить весь объем молока, сильной большой трехслойности у вас не будет. У вас все равно будет такая мощная молочная шапка. Капучино, вот именно в случае этой программы, он, имейте в виду, более такой кофейный, насыщенный вкус, он будет иметь. И более, может быть, даже немножко грубоватый, по сравнению с латто-макиято, который можно сделать прям совсем нежным. Соответственно, если вы уберете кофе плюс молоко, напиток будет еще более кофейным. И вначале будет наливаться кофе, а потом молоко. И тогда у вас не будет даже намека на трехслойность. У вас будет такой разделенный, двухсекционный напиток. Это в основном нужно для любителей более такого крепкого кофе, но при этом, которому нравится сливочечная шапка. Следующий напиток латто-макиято. Здесь добавляется как раз-таки настройка объема подогретого молока. Здесь у нас нет выбора порядка. То есть всегда будет в начале молоко, потом в кофе. У вас именно в данном случае будет такой красивый трехслойный напиток. И никогда не жмотитесь на настройку подогретого молока. Очень многие по ошибке выключивают пену на максимум. Нет. Латто-макиято, во-первых, пена должна быть не очень большая. Во-вторых, самая главная суть этого как раз то, что молочный, сливочный напиток, легкий. А для этого нужно сделать нормальный объем подогретого молока. Вот. И тогда у вас будет очень вкусный напиток. И ни в коем случае в латто-макиято никогда не ставим интенсивный аромат. То есть увеличенный предсмачивание. Капучино с этим поиграться можно. Ну, если вы хотите что-то покрепче или вообще а-ля flat white сделать. Пожалуйста. А вот в программе латто-макиято давайте не будем это портить. Теория, кстати, из программы латто-макиято можно создать даже кофе просто с молоком. Но, к сожалению, прямо в ноль не выкручивается пена. То есть ее можно выключить минимальный объем 20 мл. И тогда у вас будет совсем-совсем тоненький слой пены. По сути, это будет кофе с молоком. Ну, для того, кто хочет именно так готовить. То есть этот рецепт, он гибкий. И так же, как в американо, вы можете, меняя объем всего напитка, пропорционально изменяются другие составляющие, либо каждую составляющую изменять отдельно. И делать разные пропорции, что будет сильно отличаться по вкусу. Дальше просто у нас горячая вода и теплое молоко. То есть, само собой разумеется. После этого вы можете уже запрограммировать дополнительные напитки. То есть заходите в меню «Мой кофе» и там начинаете добавлять просто напитки. Я решил специально, чтобы вам было понятнее, добавить все возможные. Это 10 сочетаний. И их можно переименовать. Можно брать разные иконки. То есть и стандартные, и другие иконки, которые вам предлагают. И также, что немаловажно, вам единственное, на что надо ориентироваться. Несмотря на то, что это какие-то дополнительные напитки, вы все равно должны выбрать какую-то основу. То есть в начале, когда вы создаете напиток, он вам предлагает выбрать основу. То есть на основании чего? Как черный кофе, как американо, как капучино или как латамакята. В зависимости того, что вы выберете, у вас будет, соответственно, разная возможность настройки самого этого конкретного напитка. Давайте сразу переходим уже к следующему пункту нашего разбора. Это непосредственно остальное меню. Что туда входит и что и как обслуживать. Ну что ж, настройки кофемашины это не только настройки напитка. Кое-что в меню я вам уже проспойлерил. То есть это температура и аромат, которые можно поставить на индивидуальный режим и менять непосредственно напиток. Но все-таки есть здесь еще парочка моментов, на которых стоит остановиться. Конечно, здесь у нас есть меню обслуживания отдельно и там все понятно. То есть все очистки, промывки, все это находится там. Но что интересно, так же как во всех принципоневонных, когда вам машина что-то требует, у вас появляется отдельное окошко на эту тему, то, пожалуйста, промойте себя и вы можете просто выбрать нужную вам значевку. И все. То есть не обязательно даже искать его в меню обслуживания. Далее, следующий интересный момент, в отличие от 7 серии, вот у нас есть два отличия от 7 серии, которые я не говорил, потому что они не касаются вообще качества кофе или напитков, но они есть. Это технические отличия, которые реализованы на ФПО. Первое отличие, вы можете менять меню. Вы можете оставить большие значки, такие же, как на невоне 7 серии, соответственно, у вас на экране будут видны три значка. то есть в нынешний по центру левый так значок, что будет этим повернете на левом меню и правый значок, что будет повернете направо. Но в отличие от 7 серии, так это в 8 серии, это в 6 серии также, но в 8 серии еще в этой 8.41 можно помимо таких больших значков поставить маленькие и тогда все основное меню вы будете видеть сразу на экране. То есть, к примеру, вот если мы сейчас поставим с вами маленькие значки, вы прекрасно видите, что у нас мы сразу с вами видим все основные напитки, меню доп напитков и отдельно настройки и обслуживание. То есть, все сразу в одном экране. И, соответственно, когда мы выбираем мой напиток, мы также все в одном экране увидим все 10 напитков, которые можно сохранить максимальное количество. Тут уже зависит от того, как вам удобно пользоваться. Мне удобно использовать маленькие значки, однако есть люди, которые не очень хорошо видят, им удобнее большие значки. Пожалуйста, вот этого в семерке нет, здесь это есть. Также, что нету в седьмой серии, но есть здесь, здесь можно поставить автовключение кофемашины. Для этого вы ставите актуальные часы и ставите время включения. У меня, например, здесь замер был на 16.30, это 4 часа 30 минут дня, и она в 3 дня сама включалась. Я как проверял, я просто заходил, у меня автоотключение было стояло никогда, то есть она сама не выключается, если я не захочу. Хотя вот тут вы можете влиять, вы можете поставить даже через 10 минут выключение, пожалуйста, это отдельный меню. так вот, специально поставил никогда, включил на 16.30 и с утра прихожу, у меня машина включена, потому что 16.30 она включилась, приказного выключения не было, и она ждет меня. Класс. Из того, что некоторых людей раздражает, вот сейчас задают вопрос, слушайте, в этой 8 серии, как и в 7, при включении кофемашины нужно подтверждать кнопочкой промывку. да, но если прошло 3-4 минуты и вы не подтвердили, машина включится сама, без промывки. И как раз так здесь работает при автовключении, то есть она включается просто без промывки и все. То есть она ждет вашу приказу, если этого приказа нет, окей, я включился так, то есть она не будет больше 4 минут ждать и не нагреваться. Вы реально приходите, машина нагрета, что удобно. Хотя так и это важно решать вам. И в принципе остальное минимум мы вам сейчас покажем, то есть вы увидите, ничего суперинтересного нет, автовыключение здесь можно отменить, как я вам уже сейчас объяснял, при этом можно там поставить большой диапазон, то есть там и 10, и 30 минут есть, и час, и 3 часа, и 6 часов, то есть пожалуйста, если для вас важно, чтобы машина на ночь выключалась, но при этом вы не хотите, чтобы она выключалась в течение рабочего дня вашего, то без проблем ставите, например, 6 часов после последнего через 6 часов после того, как вы последний раз что-то с машиной делали, она выключится, то есть она не будет всю ночь работать, но в любом случае энергосбережение здесь не что-то старым машинам, поэтому, когда я ее не выключаю, у меня никогда нет такого счета за электричество, как это на старых машинах итальянских было, где, где когда у меня была машина без автовыключения, у меня сразу счет на электричество на полторы тысячи такой, хопа, здесь вы скорее всего даже сильно вообще не почувствуете на цене за электроэнергию, что у вас появилась там кофемашина, потому что их пиковое потребление, которое обозначено там 1400-1800 на разных машинах, оно потребляет только в момент нагрева самой машины, то есть буквально там 2 минуты и все на этом. Перед тем, как перейти к итогам, так как минимум особо больше ничего интересного нет оригинального, что хочется отметить, что мне прикалывает. Первое, да, здесь есть металлическая пластина, но как я говорил, почти на всех современных кофемашинах это всего лишь видимость, установки под чашки, реально как-то на чашки она не влияет, она пассивная, от тепла внутри машины, ну, чашка вам не нагреет сильно. В обычных машинах сейчас есть проблема, то, что здесь стоит решетка, даже она где-то съемная, но некоторые производители говорят, не-не, снимать нельзя, идет гарантия, хотя, все тихо. у некоторых это фиг вообще с ними, что там модулонги, у некоторых машинах там железная решетка, она прям под корпусом, чтобы ее снять, надо всю крышку разобрать, там у него, например, нужно просто болт выкрутить один и все. Так вот, это-то корпус старый, который делался еще до того, до всех этих решеток. Знаете, когда производители кофемашины подумали, что если человек настолько идиот, что засунут туда пальцы, ну, это его эволюционный путь, вот. Но помимо вот этих взрослых идиотов, которые засунут пальцы, есть же все-таки дети, которые, идиотами не назвать. И современные стандарты безопасности, конечно, говорят, что, ребят, вы должны как-то оградить эти места от детей. Отсюда, кстати, все наши любовь как будто капучино, который в современных кофемашинах не горячий. Вот раньше был кипяток, а сейчас все совсем холодный. Я это холодным не считаю. То есть, честно говоря, та температура, в которой мне здесь готовится, она горячая. Мы вам покажем, да, это 50-60 градусов в лучшем случае латамакеата, но это реально, то есть, я могу пить сразу, но при этом для меня это, ну, такой горячий напиток. Но не обжигающий. А вот откуда это все берется. И это касается почти всех современных машин. Не только у Окстера, Фризмага, у той же Юры, и у Делонги, сейчас у Филипса, у многих сейчас капучино, как говорится, не горячий. Потому что молоко часто используют дети, именно из-за этого у них политика не давать догревать. Но не все еще. Есть еще машины, у которых там супер-супер горячий кофе. Кофе здесь горячее, молоко нет. Молоко здесь именно так, что можно было сразу пить. Я считаю, что оно не холодное, не теплое даже, но при этом не обжигающее. Так вот, насчет безопасности. Здесь этой решетки нет, корпус старый. Изначально этот корпус разрабатывали, когда таких норм безопасности не было. Поэтому они выкрутились интересным способом. Знаете, вот что у него там датчики на молотый кофе. То есть, вы когда открываете отсек для молотого кофе, машина это видит и такая, ха, засыпай давай, я сразу переключаюсь в режим приготовления молотого кофе, отключаю кофемолку. И вот они так интересно сделали, что они то же самое, только не за счет магнита, а за счет датчика внутри, сделали на, ну это обычный концевик по факту, на открытие отсека вообще зерна. Когда вы открываете, машина это видит и не дает вам готовить, она пишет закройте крышку. И ваши дети безопасности. Давайте сегодня итог такой материальный, материалистичный, низменный денег. 8.2.1 пока временно исчезла, то есть, есть 8.2.0, 8.2.5, которые сильно дороже. 8.2.1 должно появиться после того, как закончится вот эта партия. Вопрос, стоит ли ждать 8.2.1, не покупать эту? Нет. Мне она нравится больше, у меня расположение дисплея нравится здесь больше, то есть, это дело вкуса. Это никакой разницы между современной 8.2.0 машиной в плане именно удобства, в плане именно приготовления кофе нет вообще. Поэтому, если вы купите сейчас 8.41 вместо 8.2.1, в реальности для вас это будет означать просто чуть-чуть другой дизайн и цвет. Если вам нравился больше серый цвет 8.2.1, ну, подождите, когда она вернется, или найдите в других источниках. если вам нравится черный цвет, а многие, кстати, хотели черный цвет, вот, пожалуйста, берите пока она есть. То есть, с восьмеркой, с семеркой, думайте своей головы, разницу я вам рассказал. Самую главную разницу вы вообще выделили в отдельный, соответственно, пункт. Не забываем про тайминги, которые есть в описании к ролику, так что вы можете, например, сейчас взять и переключиться, вернуться к этим различиям, чтобы ответить себе еще раз на вопрос, что купить 7.79 или 8.41. Но, глобально в напитке вы не потеряете в удобстве, здесь вы приобретете, но нужны ли вам эти удобства, задавайте себе вопрос сами. Разница сейчас очень маленькая, то есть, если они вам нужны, то доплатить 10 тысяч при цене у машины 50 это не так дорого, как потом купить 7.79 и меня спрашивают, а можно ли ее как-то перепрограммировать, чтобы у нас был правильный порядок кофе одной кнопкой капучино. Ну, я вообще считаю, что это все маркетинг, вот это правильный капучино, я потом отдельно выпуск на эту тему скажу, это не нужно. Производители кофемашин не идиоты, они не просто так по умолчанию всю жизнь ставили вначале молоко, потом кофе. Это не просто так. И правильный капучино запрос, который пришел от людей, которые насмотрелись в кофейне и не понимают, что кофе в кофейне, кофе в автомате это разные вещи. Не означает, что кофе в автомате хуже, нет, но это не совсем одинаковые вещи. Вот это важный момент. Но, тем не менее, если для вас это важно, здесь это и есть. Я бы для себя по-другому рассматривал бы. Для меня главный выбор между ней и 7.79, ну, помимо того, что просто как более дорогая вещь, возможно, хочется что-то более солидное иметь, да, я бы рассматривал себя с момента, нужно ли мне параллельно приготовить двух молочных напитков, то есть, будет ли у меня ситуация, при которых, ну, действительно, у меня там 4 или 3 человека стоят, хотят тебе капучинку налить. Есть у меня такие ситуации или нет? Например, в офисах, в маленьких офисах лучше ставить ее, потому что у вас какое-то есть определенное время на обед либо перекус, да, и если машина в два раза быстрее справляется с приготовлением основного напитка, а многие именно молочный кофе берут, то это же хорошо, это огромный плюс. И второй момент, я бы еще рассматривал, если у нас, например, с женой сильно расходится вкус и в настройках, и я хочу себе, например, лата макията сделать покрепче в нескольких вариантах, а жена хочет послабее, и чтобы мы друг другу не мешали перепрограммировать 10 дополнительных напитков, это прикольно. Если вам эти футбюшки не нужны, можете сэкономить 10 дополнительных напитков, если вас это заинтересовало, что-то из этого, то стоит доплатить. Вот и весь вывод. Пейте вкусный кофе, покупайте хорошую кофе-машину, а мы постараемся вам о них расскажет. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok